Старые и новые члены Мажелиса прибыли раньше времени, чтобы получить удостоверение и нагрудный знак депутата. До мероприятия член Центральной избирательной комиссии объяснил, как получать удостоверение с соблюдением санитарных требований. Несмотря на то, что в официальной части мероприятия соблюдали санитарные требования, до его начала депутаты, похоже, забыли о мерах предосторожности в период пандемии коронавируса. Некоторые из них тепло здоровались и крепко обнимались. Все депутаты встали, когда в зал зашли Дариган Азарбаева и спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин. ЦИК выдало удостоверение 107 депутатам седьмого созыва. Каждому новоизбранному члену парламента выдали нагрудный значок стоимостью 303 тысячи тенге. Несмотря на небольшой размер этого отличительного знака, некоторые депутаты заботливо его перебирали и натирали до блеска. Согласно информации на сайте госзакупок, за 20 дней до парламентских выборов ЦИК заказала 80 нагрудных значков на общую сумму 25 миллионов тенге. Число депутатов Мажелиса, вступивших в его ряды, впервые – 75. Этими аплодисментами чествует Даригу Назарбаеву. Старшая дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева получила удостоверение депутата из рук главы ЦИК Берека Имашева, который приходится ей сватом. Некоторые казахстанские СМИ сообщили, что пока депутаты из разных регионов страны не получили служебные квартиры, парламент заказал для них 103 номера в трехзвездочной гостинице в столице. По разным сообщениям, гостиницей владеет человек, чье имя совпадает с именем родственника Умирзака Шикеева, Акима Туркестанской области. Администрация гостиницы подтвердила, что выиграла тендер на 30 миллионов тенге, объявленный парламентом. Однако, по словам администратора, еще неизвестно, кого разместят в номерах. В Казахстане все расходы депутатов парламента оплачиваются из бюджета. По некоторым данным, на одного депутата в год из бюджета уходит 92 миллиона тенге.